МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кино, театр и интернет. Кинотеатр на Радио 13. Радио, театр, друзья, объявляется открытым. Ю-ху! Ну что, Андрей, ты, наверное, немножечко уже успел подготовиться, да? Вы не представляете, что они со мной тут творят. Друзья, мы с вами перемещаемся немножечко в будущее. Итак, нам с вами необходимо выполнить важнейшую миссию, потому что будущее телевидения под угрозой. Нам необходимо поспешить в будущее и выяснить, что же будет с телевидением. Для этого я создал машину времени, собственно. Эм, это же Лада Калина. Ну, я согласен, да, модель немножечко... Ее мобиль. ...грубовата. Но именно она сможет доставить нас в будущее. Ну что, друзья, усаживаемся в мою Ладу Калину. Итак, друзья, мы начинаем перемещение. Боже! Боже, как же трясёт! Ну, правильно? Мы же едем 40 километров в час. Это же Калина. Окна закройте, пожалуйста. Подождите, сейчас достигнем контрольную точку. 80 километров в час будет вообще колбасить не по-детски. Ааа, мы врежемся в этот пост ГИБДД. Нет, по моим расчетам мы должны сквозь него проскочить и переместиться в будущее. Ху, проехали. Так, я ставлю дату прибытия. 2012 год. Ааа, подожди. Митя, мы что, в будущем? Да. Мы в будущем? Вы слышите сирены? Это, походу, Кутузовский проспект перекрыли. Смотрите, смотрите, ребята, афиша. Прощальный концерт пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнука Стаса Михайлова от 7 июня 2012-го. Мы в будущем. Как же мы будем ориентироваться тут? Я все узнал. Ааа, вот одежда. Вот одежда. Я... Смотрите. Одевайтесь. Одевайтесь в эту одежду, мы сольемся с толпой так. Это что, пенопласт? Да, да. В 2012 году все ходят в пенопласте. Трусы из пенопласта. Костюмы. Все из пенопласта. Итак, наша задача с вами, друзья, как можно скорее попасть в телецентр. Машину времени я пока тут оставлю, потому что мы с ней спалимся иначе. И мы продолжили свой путь к телецентру. И вот, наконец, мы прибыли. И только нам осталось украсть видеоархив, как на нас наткнулся директор самого крупного федерального телеканала. Ааа, здрасте. Так, стоп. Ребята, вы телеведущие? Эээ, ммм... Да, да. Да, да. Отлично. Выручайте мне как раз, нужен на прямой эфир, три телеведущих. Выручайте. Да, и пенопласт свой поправьте, пожалуйста. Парни, надо выбираться отсюда. Нет, ну, слушайте, нужно помочь. Давайте, может, отэфирим быстрее, а? Ян, Андрей, и обратненько, а? Я согласен. Ну что, друзья, сейчас... Приготовились. Итак, все по местам. Все, все по местам. Ну, видимо, моя партия, да, сейчас, ребят? Я должен выручить. Давай, Нить, давай. Итак, новости, новости. Здравствуйте, мои пенопластовые. Сегодня президент России Валерий Валерьевич Агутин испытал новую ладу турбина. Президент остался доволен за исключением одной лишь турбины, предусмотренной базовой комплектации. Вторую турбину можно заказать как дополнительную опцию. Президент Беларуси Лукашенко заявил, что намерена досрочно покинуть пост президента. Основанием принятия такого решения служило обычное достало. Республика Химки планирует открыть к концу 2013 года 19-е транспортное кольцо, что сократит время до 3,5 часов у автомобилистов для пересечения самкат. И в Екатеринбурге задержали банду мошенников, которые выдавали себя за полицейских. Они одевали пенопластовую форму синего цвета и ходили по особнякам пенсионеров и требовали сдаться властям за незаконное хранение компакт-дисков Жанны Агузаровой, которые сами им подкидывали. И на сегодня все. Я передаю слово Андрею Вишнякову, который расскажет нам о новостях спорта. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые любители спорта. Эта неделя для нашей страны оказалась напряженной и результативной. В сборной России по пенопластному футболу вышла финал. Ее соперником оказалась сборная Азербайджана. Забившая в сборную Узбекистана 9. Пить мечей. Сборная Китая по керамическому волейболу не смогла одолеть сборную России. Хорош, заботанный наш блок, отбил 25 керамических плиток. На ежегодном фестивале «Октоберфест» Иван Кувшиннов из Москвы установил новый мировой рекорд, выпив 40 кружек пива подряд. После вручения награды Иван прыгнул и выиграл «Мерседес» с музыкой и открытыми окнами поехал на толпу зрителей с криками «На Берлин!»! В гонках на метро сборная России оказалась быстрее всех. Машинист поезда победителя Рубен Игоревич пересек быстрее всех границу Мексики, при этом успевая совершать высадку и посадку пассажиров. До свидания. С вами был Андрей Вишняков. Яночка, я так понимаю, твой выход, потому что прогноз погоды нам светит. Здравствуйте, мои мартиано-зависимые. Спонсор прогноза погоды на сегодня – доктор лечит. Лекарство от всех недугов. Доктор лечит. Наш доктор не калечит. В Москве и Санкт-Петербурге по-прежнему дымка. Автомобилисты не забываем пользоваться 5D противодымчатыми очками. В Сыктывкаре холодно. В Сыктывкаре ожидается звездопад с переменным дождем, который затронет также города Кяхта, Избербаш, Южно-Сухокумск, Жиздра, Сартовала, Таштангол, Выктыл, Суджа, Щегры. А вот такие города, как Кандалашка, Иссыкуль, Бургуслан, Гдов, Семикракорск, а Гдовурак ожидает потепление. Метеорит, который приближался к нам с 2012 года по ожиданиям синоптиков, обойдет нашу планету в 2014 году. Извержение вулкана с планеты Сатурн принесет нам на завтрашний день большие огненные дожди. Не забываем предостеречь свои головы касками из алюминиевого пенопласта. Друзья, нам нужно бежать. Нам нужно бежать. Чем быстрее, тем лучше. У нас совсем не осталось времени. Нам надо быстрее прыгнуть в нашу машину. Все, побежали. Наша Лада Калина где-то припаркована около Кутузовского. Друзья, мы возвращаемся. Возвращаемся скорее. Побежали, Андрей, не отставай. Бежей. Быстрее. Ну что, мы возвращаемся. Назад в прошлое. Вперед в прошлое. Да. Ес. Мы вернулись. Мы вернулись, друзья. С вами прошлое. Из такого замечательного путешествия во времени. Ну, что хочется сказать. Рубрика «Радиотеатр» состоялась. И мы, и мы можем сейчас смело сказать, что будущему телевидению ничего не грозит. Я думаю, грозит только, ну, не то что нашей стране, но в принципе всему миру. С метеоритными дождями. Хочу отметить... И сортовалы. Хочу отметить нашего синоптика. Да. Это я, которая... Спасибо, спасибо, спасибо. Яночка, аплодисменты. Аплодисменты в твой адрес звучат. Я просто судорожно смеялся, когда выбирал эти города. И просто ждал, когда будет что-нибудь. Эй, сык, 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 сык. А, нет, нет. А, нет, нет. А ты не угадал, кстати. Надо было получше искать. Я все-таки постаралась выговорить это, Митя. Я была в ужасе, когда это сегодня прочла. Но я справилась. Ура! Вот. Я хочу отметить нашего замечательного спорткомментатора Андрея Вишнякова. Андрей, мне кажется, надо просто пойти не только... Да, вот оплодисменты в твою честь. В Мерседес, который, да. Да, не только вести передачу... С открытыми окнами. Да, про интернет, но и, в принципе, пора уже в спорт. Почему нет? А я и так в хоккей играю? Нет, нет, я имею в виду комментатором. А, нет, я лучше играть. Эх, эх. Что, друзья, кинотеатр продолжается на Радио 13? Театр и интернет. Кинотеатр на Радио 13. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok